Ну что ж, ребятки, всем-всем приветик еще раз. С вами снова я, Браллтайк, меня зовут Женя. И на замену Паше Ли, у которого очень не кстати вывалился интернет, и по сути, очень надолго пришел на замену Моржику. Всем привет! Вот, и сейчас мы увидим мега-крутую игру команды Lions против команды Stay Green. Они же обещают быть очень интересной. Пока расскажи там за баны, за пики, а я тут счет поменяю все дела. На всякий случай напоминаем составы команд за Леонов. Уграют у нас Хэнскин, Супер Кейджи, Фузи, Сейл Кит и Джоносом Фан. За Stay Green у нас неизмененный состав с Твиндл Мелон, Слимп, Майнац, Зифрик и Чеси. Первый бан от команд, от команды ферстпикеров Легион последовал, соответственно, Кипер и Варбист. Соответственно, когда ребята забанили Кипера, было бы логично взять первым пиком Темпеста. От команды Хэллборна последовали баны, такие как Скаут, тоже подразумевает о том, что им необходим Темпест. Темпест, но одновременно Скаут является контрой Хаги, неплохой на хардлайне, и Гринекс. Первыми пиками от лайнов у нас были Офелия и Инженер. К Stay Green присоединились первым же, это был Рэчит Хак. И всеми ожидаем и Темпест, которые вроде бы как должны были кто-то пикнуть на первом слоте, но тем не менее оставили это на четвертый пик. Сейчас мы в ожидании третьего пика перед вторыми банами от Леонов. Вероятнее всего, это будет какой-то дабл-мидер. Потому что лес у них уже в виде Офелии есть, который имеет очень сильный потенциал. Инженер как сильный дабл-мидер, самый лучший практически саппорт на дабл-мид тоже имеется. Ребята потенциально уже имеют выигрыш на мид-лайне и изи-лайне. Фестивенс, да. Сильный довольно-таки дабл-мид, но тем не менее он является очень пассивным. То есть, в силу его будет проявляться только тогда, если въедут в них до того, как они. В них въедут, они, к сожалению, самостоятельно инициировать на мид-лайне не могут. Но единственное, что если Офелия выйдет скрипчиком в виде скелета, там тогда можно будет за счет ранжевого коста как-то начать. Ну что ж, я вроде бы там все понастраивал, там все, что мог, все, что от меня зависит. Самое главное, мне надо не забыть поменять Сокастера, имя Сокастера. Потому что там просидишься так полыгры и будут все думать, что это Паша голос поменял. Так, ну а третий пик от ста игренов был... Бабблс. 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 Ну, я даже больше скажу, Бабблс не то, чтобы будет терпеть, он будет даже при адекватности всей своей мид 200 гпм легко. 200 гпм на миде, это не то, что бы хотелось, конечно. Ну, извини меня... А что делать, да? Нет, не то, чтобы что делать. У ребят очень сильный лайн в виде пестельницы-инженера. Поставить ему хорошую контр... Ну, кстати, ралли есть. Хм, как ни странно. Могли ралли Моу поставить, тоже было бы не слабо. Но, я думаю, Бабблс. Но, с другой стороны, Бабблс может быть и на хорре. Итак, следующий бан у нас. Леона банит Равинору, видимо. Все-таки побаиваясь им ответного дабл-мида через него. Слицера тоже они не хотят как-то видеть, да. Слицера забанили с Тегрины. Также Леона забанили Мунквину и Сандрас. То есть, они намекают на то, что им не нужен, чтобы у противника был сильный потенциальный кэрри. Типа Мунквины и Сандрайза. Сандрайза вообще в каждой игре боят. Но, вчера мы видели Сандрайза. Это, конечно, был просто разрыв башки. Он там такое делал, конечно. Сандрас очень сильный и популярный герой на Инте. Ну да, скажем так. Поэтому в каждой игре его и банили. Дабанили. И последний бан это был Фараон. Интересно. Это его забанила именно команда СТегрин. А, как мы знаем, Фараон это контратемпост. Он своей ультой может сбить его вертелку даже в БКБ. Ну, Фараон это, как это сказать, сомнительный контратемпост. Но он же может сбить ульту. Он может, но Темпост на таком уровне просто возьмет и крипов поставит. Перед собой стеночкой. Там примерно рейндж между ними по 150, там по 100. И как бы Фараон, привет, здравствуйте. Единственное, что является сильный контроль, это такие, как Скаут, Плаграйдер. Иногда Плаграйдеру покупают даже ПК, чтобы он просто сделал ПК и кинул ульту. Да, там тоже микростанчик идет с superior damage. Так, и кто у нас еще? Офелия неплохо контрит его скелетами. И Паразит, конечно же, Паразит, несомненно, неплохая контракт Темпосту. Пик коррупции Десайпла, он неплох, неплох. Но дело в том, что если Бабблз пойдет на суицид, а Бабблз не пойдет на суицид. Видим Вич Слэйер от команды Лайн. Мне даже интересно, как это будет. Я тоже, честно говоря, понять не могу. Ну, скорее всего, КД будет фармить, а Слэйер будет саппортить, или это будет какая-то трипла. Я, знаешь, думаю, будет... Пестелин с Инженером будут на харде. Вич Слэйер будет соло на изи-лайне. И коррупция будет на миде. Единственное, что может... Думаешь, когда пойдет мид? Может быть, коррупция, да и Вич Слэйер поменяют местами. А хотя нет, 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 я ошибся. У меня Фузи будет на КД. Все будет намного проще. Вич Слэйер пойдет контрить Хагу на харде. Один на один. Кого они допикали? Мастер Вармса? Допикали они Торта и мастер Вармса. Ну что ж, первая игра из этого Беста в 3 начинается. Напоминаю, это команда Stay Green против команды Лайонс. Замесы обещают быть очень интересными, так как команды очень и очень сильные. Напомню, что команда Stay Green в прошлом году выиграла почти все, что можно было только. Очень сильная команда. И скорее всего, кто-то из этих команд уже в финале встретится с командой ДНЛ. Но тут даже непонятно кто. Тут шансы равны, скажем так. Обе команды очень-очень сильны. Так, кусты я убрал. Сейчас поменяю ник. Окей. Поставили ребятки тактическую паузу, чтобы определиться. Кстати, у Stay Green офлайны более-менее читаются. Это будет даблмит через мастера Вармса, фармящего и Торта. Да, на топе будет Рычед Хак и, соответственно, на боте будет Баблз. А вот, ну, я до сих пор не уверен за линии Леонов. Ну вот да, какие-то у них непонятные линии. Вот этот Вич Слэйер вывалился. Ну, с другой стороны, можно прочитать все по этим, по героям. Ну смотри, запиест уже пошли на мид. На изи будет Вич Слэйер, на топе будет коррупция стоять. Да. Ах, кстати, подожди, Офелия же еще есть. Или она отправляется в свой лес, да. Офелия идет в чужой лес только при наличии четырех героев потенциально на этой половине карты. То есть один на миде и два в харде. В других случаях, ну, я не знаю. Когда Вич Слэйер будет стоять против Дискаре? Вообще непонятный. Уже видим, Фузи зашел обратно. Так как я люблю Вич Слэйер, я, конечно, отдаю преимущество команде Леонов. Не, ну команда Лайенс-то вообще, как бы, вышли из группы Б, так сказать. Я все игры их стримил, все игры за ними следил. И, конечно же, я именно за них и буду болеть. А команда Стрегрин вышла из группы А. Поэтому все-таки предпочтения я тоже отдаю команду. Ну, так-то, если тимфайт потенциал намного выше у Хеллборна, намного. Но, с другой стороны, если Офелия получит довольно-таки быстро Астролябию и 11 уровень, то, если там не будет гримура у Хаги, то, в принципе, пофигом на этот тимфайт, потому что оно все будет выхиливать. Ну, в принципе, да. Тут я согласен. Только я хотел сказать, что Зифрикс закупился на все деньги для своих тиммейтов, но Курьер ему принес нормальный такой закуп, стандартный. Вот что я забыл поменять, так это счет слева. И они уже думали, что там кому-то тех луз выдалили. Нет, это просто проблематично менять, я иногда забываю. Так что... Извиняйте. Это уже даже провардились чутка. Затвардик, скорее всего, под спот подили, что он делает. Или это они под развором? Какой? Ты имеешь в виду антивард? Антивард, да. Да, вон, было четверт. Точнее, не, не было четверт. Ну, если там поставят, он увидит, конечно. Да, 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 да. Здесь поставили снизу на топ-руне. Но здесь это уже просто вардик сразу. Да, да. А что-то команда Lions вообще не захотела провардиться, никуда они не пошли. И это будет стоять инженер вместе с КД на топе. Ребята что-то перемудрилили. Нет, ребята, знаешь, как сделали? Ребята просто отправили сначала туда КД с инженером с вероятностью того, что им придется свапаться на middle line. Но они, как ни странно, прочитали, получается, с Тегринов. Хотя я не скажу то, что у них лайн сильнее. Но если инженер Кегой попадет, то с Тегрин умрут. Ну вот, опять же-таки, большой фактор есть. Если попадет Кегу, если нормальную турель поставят, там настакаются заряды. Да нет, ему достаточно Кегу поставить, и все. И дальше уже насосет коррупцию вторым скиллом демеджа. И будет разного с лица просто. На боте... Неплохо стоит Вичислеяр против Хаги, да. Он ее просто насилует. Мы же видим, у него есть и Станчик, и Аджор Маны. Конечно, будет ей трудно очень застоять, так как Хага это очень-очень манозависимый персонаж. Ну, Свиндл Меланс опытный против Вичислеяр. Это один из его фаворит-героев. Поэтому я думаю, он здесь сделает все так, как нужно. Да, конечно, на топ-линии полный вардинг-развардинг. Как-то очень не хотели, чтобы забрали фарму у их темпоста. Тортик здесь стоит, может он как-то... Если темпос подойдет, может как-то попробует что-ли по инженеру въехать? Нет, они играют в танцульки вместе с инженером. В это время мастера вардинг-развардинг стараются как-то друг друга там фармить, перефармить. Но пока коррупторы десайплуют удается намного лучше. Единственное, что сейчас коррупторы протеряют одного или два крипа. Одного. Ой, на миде были у Бабблса, а проблемки как-то так нехорошо ему по голове настучал. Есть и линз? Ну, вообще Бабблс должен выиграть Песта. Должен, конечно же должен. Но не так, чтобы Пест, знаешь, стоял там со 150 гпм. Песта тоже своя, 200-250 будет, это нормально для него. Ну вот у него уже 200 есть, в принципе, у Бабблса, конечно, чуть-чуть побольше. Ну, это еще рано об этом говорить, потому что у Песта остался один последний реген. И только после этого начнется доминация Бабблса. Вот, на самом деле, он уже ему пол лица оторвал. На топе. Подсосал демидж, а сейчас Моа сколько он там будет? 108 с руки на третьем уровне. Просто нечто. Это СС со всеми душами, здравствуйте. Конечно, хорошо здесь чувствует себя КД. Езжает по нему Станчика Моа, скорее всего, он просто продефался. Есть здесь тортик. Ну, тоже как-то, опять же, тот Моа тортик. Непонятно, как они, получится ли у них забирать инженера вместе с КД. Это очень опасно, потому что КД может успеть на древне демиджа и ответить им ответным въездом, так сказать. Так, а как дела вот у Офелии, я хочу посмотреть. Ну, у Офелии четвертый уровень. Вот-вот только будет, да, вот она его взяла. У Темпоса там уже наклевывается, я так понимаю, шестой. Да, у него вот эти вот вайлдхантеры, которые дают нормальные экспы. Да, они слабенькие, мало бьют, хорошо экспы дают, очень удобные крипы. Ну, пока, вот, на самом деле, на линиях пока выигрывают Леоны. Но за счет Леса стабильно ровная ситуация, потому что Офелия все-таки, она послабеет темпос. Он сейчас въезжает станчик Моа. Ну, вот, вот, если бы Торт не потратил дотах у станы, нормально бы. Сейчас здесь есть, и сейчас у него был стан, я не понимаю, почему он не продолжил. А, в принципе, инженер есть уже и с турелькой. Вот как-то они осторожно себя ведут. Есть кега, есть хорошая турелька, очень много зарядов. Моа, отвечает станчиком. Торт умрет ФБ. Конечно, умрет тортик. Здесь еще пришел темпос, и будет проблема у инженера. Пытается отбиваться КД, пытается, но умрет инженер. На самом деле, инженер мог вместо того, чтобы бегать, у него была уже кулдаун на кеге. Он мог ее кинуть, просто попробовать на шару. Если бы он откинул мастера Фармса, КД развел бы. Раздамажил бы, просто раздал бы, и все. Ну, ФБ для КД очень важно, очень важно. Да? Но с другой стороны, это уже, оно такое... Проблема, проблема у ВИЧа будет, одна тычка ему остается. Найдет ли его Хага? Да, она ходила. Вижен отдается отбиваться в топу, уже бьющих катапульта. Это, конечно, печально. ВИЧ не должен был проигрывать эту линию. Да, я посмотрю, что у них по ГПМ 200 у того, и 260 у другого. Нет, ну, ВИЧ ее выиграл пока что. Есть энергайзер на КД уже. Неплохо. Есть этапочки энергайзер, то есть, ну, спидал у него сейчас будет. Очень удивительно то, что Хага забрала ВИЧ-слейера без ульты. И как ВИЧ-слейер так смог поставиться, при том, что он с банкой, как он продамажился сильнее, чем Хага? Сейчас въездик пестеренца был. Но не продолжено, не продолжено. Конечно, он уже сильно начинает харасить Баблса с появлением своей ульты. У Баблса минус 2 брони. Баблс, наверное... Замес на топе? Что здесь происходит? Нет, на энергайзере убегает КД. Сейчас опять сюда вышел Темпост. КД правильно сделал то, что первым этапом он собрал энергайзера, а не ПТш. Потому что они все-таки стоят на харднане. Им нужно иметь возможность уходить от дырки Темпоста. Темпост сейчас будет... Ну, там еще вард стоит, правда, фиговый. Ревелейшн, он там дает буквально 50 ранжей вокруг себя. Но если Темпост по краешку пройдет, он запалится. Руна Ургена забирает Пестеренс на топе. Проблема будет у Вичслейра, конечно же. Баблса выцепляет свою ульту и вообще без проблем раскастовую этого Хага. Это уже вторая смерть для него на этой линии, и он уже ее, можно сказать, поиграл. Да. Хага имеет свои 270 ГПМа почти, имеет 17 крипов, а у Вичслейра... У Вичслейра крипов побольше будет, скажем так, 28 крипов, но за счет вот этих двух смертей у него 210 ГПМа, а у Хаги 270. Ну, Свиндл правильно все сделал, он там позвал лимпа, ну точнее лимпа, у меня есть ульта, кому закангать. Либо на топ, либо на бот, разумеется. Свиндл говорит, типа, у меня Вичслейер по крипам меня крутит, вертит, но, типа, я его один раз убил. Второй раз убьем, типа, я выиграю линию. Все, пришел, убили. Как бы, сейчас Свиндл просто восстанавливает манну, идет, разводит как-то Вичслейра на стан и просто задувает его и сонаром добивает. Пауза от Хеллборна. Сейчас Хаги говорит, что сервер лагает. Странно, вроде с пингом все хорошо было. Даже у меня, с ученым того, что я сижу в Киеве, а у них сервер. Где-то рядом с ним, я уверен. И у меня пинг там был какой, я не помню. 80 или 70. Нормально, скажем. Очень такие порядочные команды. Извинилась, извинилась сразу Хага за то, что там паузу поставили. Проблема, проблема. У Кистана Медея его даже крутят. Его крутят темпос, да, и, конечно же, он угрет. Есть за хилл от Офелии, очень вовремя. Реакция Мангуста прямо-таки от нее. Он улетает на флая. Ну, на реакцию Мангуста ему там надо было 5 секунд, так что это сложно назвать реакцией Мангуста. Ну, блин, ну ты понимаешь, разные ситуации бывают. Знаешь, там отвлекся, не смотрел, там фармил. Офелия просто дала грамотно хилл, когда ребята уже думали, что все, он подбирает. Да-да-да, типа там тычка осталась и все. Тычка полетела и все, можно развернуться. Нет, Офелия дала тогда, когда это было критично и тем самым засейвила писта. Да. Пест имеет у нас 35 крипов и 34 за счет того, что Бабблс уходил гангать, Пест как бы его по крипам слегка догнал. И благодаря этому имеет как бы... Взял руну иллюзии на топе он. Просто Пест без руны вначале даже с флайм не особо гангер, поэтому... Смотри, стак вайлдхантеров. Лесу легиона. Ну-ка, ну-ка. Да, да, да. Прикольно. Ну, Офелия его разберет там с двумя крипами. Она сейчас будет фармиться, разумеется, до седьмого уровня, чтобы было три крипа. Потому что пушить против Хаги довольно-таки тяжело. Придет просто Бабблс, и они... Скорее всего, даже двоих уберут там. И Вич Слеера, и Офелию бы забрали. Вот Офелия и тут... В фарме сладкий стак антимэджик юнитов. Ну да, я же говорю, крипы очень слабенькие, а при этом хорошо опыта дают. Очень они Офелии нравятся. Да, они всем практически нравятся. Всем лесникам. Сейчас приходит Бабблс на нижнюю линию. Пришел на бот, и, скорее всего, сейчас у Вича будут проблемы. Есть ульта у Бабблса. Кто-то еще вроде летел сюда. Да, здесь есть еще и Темпост. Но их спалили там, Стелл Вард. Да, да, Лейн Вард стоит. Хотя нет, подожди. А, ну они его снимали. Они его сняли, они его сняли. Но Вич Слеер уже знает, и он уходит. Темпост вряд ли спалили. Они сейчас будут забирать миддл Тауэр. Темпост именно его и снимал, Темпост запалили. Именно Темпост снял Вард. Сейчас Офелия вместе с Пестелленсом пушат Тауэр на миде. Сюда приходит Вич Слеер, пришел инженер. И сейчас, может быть, увидим какую-нибудь первую массовую такой тимфайтик. Нет, нет, команда Легиона отходит. Покупать себе уже ПТшки и Пестелленс и КД. Коррут это неплохо отстояло, на самом деле, на топе. С учетом забранной одной вышки. Он сейчас пробуйствовался на 30 гпм, а до этого было 270. По сравнению с мастером, который там вроде как фармил, имеют они оба по одному фрагу, разница в крипов у них всего на 7. Но, как видим, это дает 270 гпм. Ну и плюс... Ой, не 270, а разница, 70 гпм. Но у коррупции, если мы помним, была именно фбшка. Поэтому, собственно, гпм намного и выше у него. Ну сейчас маленькая доминация, там 600 галды. Она есть, но она вообще неощутима. Очень ровно идут обе команды. Проблема у Хаги. Хорошо затаймил стан Офелия. Да, Офелия раздала 2 стана, Пестик дал свои. Без проблем разобрали. Тем временем, Вич Слэйра убили на боте. Прямо сердце крови обливается. Люблю Вич Слэйра, а его тут убивают. 0-3 убеднее. И КД убил, на каждой лайне кого-то убили. Не, Леон и красавцы. Конечно, хорошо, они отыгрывают. Но, сейчас посмотрим, что где-то будет на 15 минуты, когда... Забушил темп 1 на боте. С Тегрины сейчас соберутся своим неостановимым составом. Не имею ввиду по френам. И просто будут бегать по всей карте. Посмотрим, как тогда будут тимфайты происходить. А ты минут через 5 произойдет, скорее всего. Да, да, к 15 минуте примерно они должны собраться. КД дела идут хорошо, в принципе. Он имеет свои, сколько у него, 330 гпм. Плохо. Конечно, темпост его все равно перефармливает. Пестиленс и инженер уже приняли за фарм. Эншентов. Немножко поднимется гпм у него за счет этого. Есть механизм на Офелии. Есть истроля бы у нее. Как-то разминулось только, что Офелия с темпостом. Что? Сейчас Офелия, скорее всего, будет умирать. Крутит ее, темпост. И она уже никуда, я думаю, не уйдет. Она пытается себя захилить. Есть здесь Вичслейер, неплохо. Он ультанул в Баблс. Убили все-таки Офелию, но Вичслейер смог забрать Баблса. Неплохо. Будет ли забор петарта крипами? Неплохо он ее моет, неплохо встанет. О, господи. Он дефает себя станом, но, конечно же, это бьет. Бог Офелии. Бог. Хорошо нас ориентировало сейчас. Крипы очень больно бьют. На самом деле, как это выглядело от Стегринов, они должны были закрутить и быстро забрать Офелию. И уйти. И нет, зачем уходить. Это соответствовало отдаче Миддл Тауэра просто на халяву. И дальше уже можно идти либо топ, но они имеют уже больше преимущества. Либо даже Кангора можно было попробовать забрать. Единственное, что им, к сожалению, танчить нечем, потому что элемы от Темпеста, они разложатся довольно-таки быстро. Но, тем не менее, чем раньше забираешь Кангора, тем он слабее. Вот. А в итоге, получается, умер у нас Торт. Перед Тортом умер у нас Баблик. И разменялись это все на Офелию и Вечеслеера. Но, как бы, размен не в пользу, наверное, Легиона. Но, тем не менее, они выжили из этой ситуации максимум, который только был вооружен. Ну, конечно же, Вечеслеер убил Баблсы и хоть что-то. Очень смешно выглядела ситуация, когда просто Темпест и Офелия разминулись. Не понимаю, я все-таки вот этих вот Темпестов на Фейзах у нас на СНГ. Вася не собирает на Инте тоже. По-моему, либо армор-ботинки, либо ПТ-шка. Все. Ну, да, армор или ПТ. А тут ФАЗы. Ну, конечно, с другой стороны. Тут почти все там ПТ-фазы собирают. Нет, понятно, что это дает возможность быстро зайти и с руки нормально он раздает. Но не уверен я в правильности этого. Но, с другой стороны, это полные профессионалы. Ну, смотри, как бы армор-ботинки здесь бы тоже неплохо смотрелись, потому что у вражеской команды есть Пестелин. Я думаю... Проблемы могли бы быть у Пестелинса, но не цепануло его Бабл с ультой и он улетел на флайер. Я думаю, что армор-ботинки соберет либо торт, либо Хага сделает просто этот... Сакрифэйшнл? Да. Угу. Может быть, может быть. Да, у нее есть грейв-флоки, то есть, скорее всего, он так и сделает. Пестелинса, и это дало ему возможность уйти. Поправляют нас зрители в чате, я когда говорил про размен в лесу, то, что умер торт и баблс на Фелию и Вичслейра. Вичслейр действительно не умер, и это было реально в сторону Легиона. Вичслейр не умер, да, он же ушел. Ну вот, тем не менее, как-то мы этот момент пропустили и озвучили так, размен у нас Т1 Тауэр. Прилетел Пестелинс с ПКшечкой, не успел никого зацепить. О, господи, как они не задефали этот Тауэр? Вдвоем не смогли раскатывать. И Пестелинс смеснул своим станом, здесь есть, КД уже гонят, гонят, а не тортика, никуда он не уйдет. Ну, это очевидная была смерть именно для торта, потому что он саппорт на красных ботинках, а за ним летит 10 уровня, темпостно с ПК и на флайер. Сейчас словят, Мо, хорошо, Хага ультанула, Офелия захиляла. Баблс умер. Баблс умер опять с ульты, кстати, Вичслейра, но Вичслейр никуда не денется, и Офелия тут тоже, я думаю, никуда. На билдочку еще и зоопарк, скорее всего, в вам рядом. И зоопарк тоже. Сейчас становится 7-7, и теперь, как и голда, как и опыт, в принципе, равны. Ну, если бы Леона сейчас не допустили ошибку, они сделали все правильно, кроме того, что они не смогли против одной катапульты вдвоем инженеры коррупции заденайить Тауэр. Ну, они просто сильно хотели догнать. Нет, они сделали эти автоатаки, они их не заденяли. А, они не заденяли, я просто не видел, я думаю, они сразу погнали. В погоню. Сейчас есть, бегает-бегает КД в вражеском лесу, может, сейчас... Ну, почти наткнулся он на торта, почти, разминулись они, так сказать. И тогда у торта могли бы быть проблемы, хотя там рядом был Баблз. Даже еще, понятно, бил бы ли он торта или нет. Надрейнил почти всю ману вичслейеру Хаги. У нее только на блинк есть, но ей пока большие не надо. Но нет у нее, на ТП уже хватает. На ТП что хватает? Не, на блинк было, значит на ТП хватит. Эх, чуть-чуть он не зашел, он бы успел дать ей хекс, реакция позволяет. Да, и тогда бы она умерла вообще без вариантов. На самом деле, если сейчас песто ставит 2-3 пачки внизу фарма вичслейеру, то будет у него ПК. Но он, скорее всего, будет его сейвить или что? Непонятно. А, нет, он просто с хастой пытался прочекать Хагу, думал бы ушла. На ТПе мастера фарма сподпушивает топ-лайн, у него есть деф-вард, который стоит на месте Т1 Таура бывшего. То есть он успеет вовремя среагировать, хотя единственное, что пест с ПК на флай может и зацепить его. Сейчас я вижу, в чате пишут, что там проблемы с трансляцией или что? Ну, вроде у меня потери кадров вообще нету, ну, дропов нету, вообще ни единого. То есть со стримом должно быть все в порядке, это, скорее всего, у вас какие-то проблемы, там, перезагружайте трансляцию. Ребята сейчас занимаются фарминг-фазой, так называемой. Фармят всю свою часть карты, никто не наглеет, особо не выходит, а только Моа был подпушивающий и все. Вичслеер занимается тем, что дофармливает ПК в лесу, не везет ему на вайлдхантеров, на обоих медиум стаках заспавнились именно они и Минотавры. Поэтому, как бы, фармить он будет их только половинчато. Сейчас перетекается такой, знаешь, пассивный фарминг, что ли. Нет, сейчас будет ПК у Вичслеера и будет агония. ПК у Вичслеера, да, конечно, ПК с Вичслеером и, вернее, у Вичслеера и у Пестелинса, это, конечно же, очень сильная инициация. Там у него и стан, и хекса, и очень много. Вичслеер сейчас, на самом деле, немного, по-моему, опасно шел. Если было бы Вижен, его мог Паблус там. Есть у него уже ПК, сейчас он где-то в магазин и покупает его. Да. Продал он плюс 3 к интеллекту ради этого, хотя у него там хватало. Хотя хватало, да, хотя хватало. Там просто подождал бы несколько секунд и хватило бы. Панзер армор активировал. Дают даже не дефать Т2 Тауэра, а понимают, потому что, наверное, то, что они сейчас немножко послабее за счет ПК на Вичслеере и Пестелинса. И ультатемпосты все-таки могут сбить очень много народу. Ну, 500 хп сейчас, Аферия, выхиливает, конечно. Для многих это очень решающее здоровье. Ну, почему 500? Да, 500. Темпосты с этим стартом пытались запушить. Ой, ну... Почти. Почти, почти как-то. Вичслейер мог не полениться дать ПК и Хекс. Не знаю почему. Пожалел он, что ли? Причем, Турелью видел его. Силки просветил его. Пес что-то там зажался. Поздно стандал. Но не суть. Это не такой важный фраг был. На топе вот сейчас я боюсь у Пестелинса. Да, это на минус 2. Его и ХД крутят, да? Какая хорошая ульта. Дала там и... Да, на самом деле, без хаги ульты они бы забрали их. Потому что крутил темпост, крутил так, что ему бы никто не сбил. Нет, тут я согласен, но тут уже 100%. Задул и все. Как бы ей не особо жалко, в принципе, 2 минуты. Следующая темпост, а у него она же откатится. Мне почему-то кажется, Фузи слишком переиграл на керри, и не получается у него на вот этом вечеринке инициаторском игре. Да, вот почему-то именно на керри я его всегда и видел. А сейчас ему дали вечеринку. Нет, команда Lions очень разноплановая команда. Они могут играть, ну вот каждый реально, ну, на всех умеет. Вот сейчас что-то у Вячеславера с самого начала экрана пошла, и его два раза забрали. И я считаю, в Леонах, типа, те, кто тащит команду, этот, ну вот, Ханскин и Йеносом Фан, к сожалению. Супер КГ тоже очень сильный игрок, я, типа, скажу. Ну, короче, стабильность за пацанами на синем-оранжевом слоте я видел больше, чем за Супер КГ. Есть уже книжка у Хаги. Ну, это с Виндл все-таки, 102 крипа практически, не считая вот там песты. Ну, УКД ЛКБ. Не, ну, команда Легиона, она 2 БКБ, 3 БКБ на Вишслейере и на песте, и как бы все. Привет. Ну, ты понимаешь, что кроме БКБ ему, считай, больше ничего не надо. Он дрейнет демедж и будет выдавать огромное количество урона. Ну, знаешь, надрейнет он из одного, а еще есть четыре, которые могут его фокуснуть, и как бы даже с его полторы тысячи хп, да, за по три автоатаки от каждого, в принципе, он отлететь-то и может уже. Очень сильно, а сейчас они пушат мид-тауэр. При том, что команда Хеллборна разглиппушена, слегка, ну, точнее, на боте есть нормальный подпушен, а Топе просто фарм идет тортом. Где мы торту что-то очень нужно, и он решил подфармить. Ну, с другой стороны, правильно, если они решили не дефать, а что, зря время терять, пусть получит хоть какой-то минимальный фарм. Кстати, смотри, есть вардик на конгоре, как бы Хеллборн знает о том, что сейчас конгора бьют, и будет как-то в его сторону двигаться, скорее всего. А где ты видишь вард? А, вот, 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 сейчас его снимут. И вот, собственно, его сняли. Ну, теперь вижена у них там нету. Такая щекотливая ситуация, вроде как и хочется забрать конгора, одна треть там хп у него осталось, и вроде как и противник рядом. Вичслейер на хосте, я не знаю, все. Вичслейер влетает в ПК, сразу дает Хиксу Бабблсу, Бабблс получает красную ульту от Моа, крутит одну Афелию Темпост. По ней получат, опять же-таки, одну ульту дает, Хага дает, ну, как-то... Нет, это Тимпайт был просто легионом выигран, я не знаю, чем. Может быть, Темпост ошибся тем, что крутил только одну... Офелия, конечно, хорошо захилила, пока никто не умер, но сейчас у Вичслейера могут быть проблемы, да, его убили. Байбеки смотрим, байбеки есть, да, байбек есть у Моа. Есть от Чесси. Ну, возможно, он был и полезен. Ребятам... Сейчас могут Хагу загнуть. Да, славят. Ой, какого Хагу? Офелию загонят. Конечно, жадно. Печально, печально. Они могут сейчас отдать Конгора. А, нет, Фузи выкупился, Вичслейер. Сейчас пойдут опять драться с Конгором. Но, им тяжело без Афелии забрать его. Точнее, не то, что без Афелии, а без Крипов Афелии, потому что их за Донбутой хачит. Не, не пойдут они на Конгора, не пойдут. Въехал сюда Пестеренс как-то с ПКшки. Сразу же он получил стан от Тарта, и он умирает. Очень опрометчиво. Он как-то сейчас все сделал, без Вижена влетел. И Вичслейер. Леон от Талли Конгора. Конечно. Вот мне немножко непонятно было у Красного Ульта на Темпосте. Там проблем у него никаких не было. Ну, может быть, мискликнул Моа. Может быть, может, запереживал как-то сильно. Никто не умер. Такое, что Пестеренс и Вичслейер просто отдались вот этими рандомными ПК. Сейчас я вообще не понял, что они сделали. Да, будет Фри Конгора для Камарда Хеллборна, и я думаю, это начало конца. Хотя, с другой стороны, ну, Хага-16-то. С другой стороны, все-таки еще не отменяется то, что если их Легион соберет 3 БКБ, то они легко выиграют Тимфайт. Но просто они уже слегка так проседают по XP, даже по голде это мелочь. Но 12,5 практически тысячи, это просто... Это очень серьезно, конечно. Это просто 16-ая Хага, на подходе 16-ая Темпост и просто Бабулс и Моааа. Выше такого же уровня, как вся команда там. Но там есть 8-ой инженер. Ну, и инженер, это и черстный мульта. Есть хотя бы первый уровень до 11-ого, ему еще как до космоса. Сидикий армор выбирает тортик, он купил себе кольцо на армор. А, это арморные ботинки даже, я понял. Ну, понятно, это следовало. Что это будет именно арморные ботинки. Хага начинает выходить на БКБ, и он у нее уже очень скоро булит. Я вот не видел, есть ли на ней молот. Входу молота нету, ей еще 1300 денег нужно на БКБ. Да с гримором это просто... А, это быстро. Через 3-4 минуты. Тем более, я предполагаю, что сейчас на топе будет Тимфайт. Офелия добирает крипов. Правда, фигово у нее, откровенно говоря, крипы против пика Хеллборна. Ей нужно 3 скелета по-хорошему. Сейчас будет меняться Таурами, скорее всего. Легион заберет Т2 на топе, а Хеллборн заберет Т2 на миде. Но Хеллборн, несмотря на имеющие преимущества, решила не драться против пистаз ДД, и поэтому пошла в разминку. Ну и с токеном они сейчас будут заходить на хаграунд. Да, конечно, Хагабу будет байтить на свой токен. Хотя они... Они приняли решение отойти все-таки. Там еще есть почти 5 минут на токене. Ну, они заставили сделать 4 ТП, сами при этом ТП не потеряли сейчас. Да, развели на ТП, сейчас просто хагадо фармить свой БКБ. Я остался до 1000... О, какая. 300 монет. Даже 250 монет. Она сейчас заберет этих иншей. Ты куда? Она пошла. Она в пражский лес пошла подфармить. Сейчас находят они здесь Афелия? Тебя могли бы подраться. Афелия здесь одна, в принципе. Фуги, была ее ульта, они вместе с темпостом бы ее убили. Есть уже БКБ на фуги. 200 через 850, БКБ. Ха, коротый собрал лотар. Ну... Интересное. Как бы такое, да, очень веселое решение. Начинает дренеть дэмэйдж, включает свою ульту и бежит просто в инвизе. И ему ничего не могут сделать без просвета. Он надренивает 200 дэмэйджа, выходит из инвиза, и вот этой первой тычкой там чуть ли не ваншотит. Как бы просветка там есть, и дело в том, что инженер этой халявной 250 галды практически для любого героя, кроме Тарта, за команду Холборна. И это сразу же гем в команде Холборна. Поэтому оправданно все. Хотя, не знаю, может быть, было бы... Может быть, он не будет ничего покупать, оставит просто этот армор и имеет смысл все-таки рефрешер варить. Ну, он уже купил армор и собирать дальше рефрешер. Ну, а почему нет? Ну, просто оттрата денег. Денег. О, неполадки с микрофоном. Нормально слышно? Да, нормально. Ну, что сейчас будет? Пулл что-то 2 на боте от команды Холборна. Интересно будет ли Легион дефать? Но предполагаю, что Офеля с крипами своими немобильно будет идти размен. Миды на бот. Просто бараки будут. Хотя, зачем ты коррупный достался на дефе? Видимо, за отсутствием куда положить тпшку. Не хочет он продавать ни стики, ни гасмонта. Не хочет он отдать, да, свою батарейку. Сразу видим тпшки. Будут дефать они башенку свою. Угу, и Легиону придется отойти. Легион не стал далеко отходить. Они сейчас пойдут топ-фарм заберут и, возможно, пойдут на топ, но при этом... Можете просто посмотреть ситуацию с ГПМом. 430 имеет только один КД. У всех остальных держится на 300. Тем временем у команды Холборна есть Хагак, который почти 500 ГПМ имеет. Темпус, у которого 450. И Моа, я не знаю, как-то. 320 он себе насобирал. У Баблса 270. То есть и по левлу они все... По Галде это все ерунда, по Галде преимущество невесомое. 30-ая минута 5200, это просто, я не знаю... Просто именно все, кроме КД, проседают по ГПМ. Да почему поседают? Они имеют свои 300. На Афеле 300 нормально. Ну вот на пестельность можно было бы получше иметь. Можно было. Но с другой стороны сейчас пест БКБ покупает. Вич-слееру остается 550 Галды. Ну а сейчас он будет во вражеском лесу эту голду собирать. Команда Холборна уже вплотную подходит к хайграунду Легиона. И скорее всего... Она не пытается... Легион пытается оттянуть темпайт до окончания токена и... До БКБ на самом деле... Но Таур сейчас упадет, нету глифа. Да. И на Хаге 30 секунд остается. Будет размен Бараков. Угу. Холборн, правда, ТП скорее всего, да, уже пошли. Глифа у них тоже нету. Ну смотри, Барак я не задефует. Упал только Таур. Цепляют Инженера. Пабл степанул своей ультой. Сейчас пока никто не умер. Пага попала своей ультой, но не очень удачно. Сейчас цепляет ее. Цепляют Тае Пестелинс. Пабл степанулся. Пабл суммер и Хага, да. Буквально 4 секунды назад токен закончился. Обидно. Хага выкупилась, мне кажется, очень зря. Темпа скрутит двоих, минус два сразу же. Просто, просто не игроки. Леоны просто творят что-то непонятное. Это не их игра. Они не чувствуют себя или что. Или я не знаю, может они вчера творога наелись. У них там понос по утреннюю. Но это ужасная игра в их исполнении просто. Ну вот да, как-то вчера они играли намного лучше. Такое ощущение, что это другие люди за компьютеры сели. Есть гейнжура на КД. И у него остаются деньги на выкуп. Нет, несмотря при сломанных бараках преимущество неудно. Хага сделал байбэк. Да, они развели Хагу на выкуп. Свиндл просто один из топовых рейдж байбэкеров. Это сколько он игр на ханкасте отдал из-за того, что он просто байбэкался там. На 15-й минуте, на чем-то. У пацана есть проблемы с нервами. Он реально... Ну, я его... Может где-то там к терапевту на прием записаться, чтобы его отправили к нейропатологу. И все. Потому что чувак это жмет кнопку, она у него, не знаю, как... Ctrl-Aid лет раньше была на ноутбуке, на компьютерах, когда не было этого стандартного выключения. Темпес дособирал Шиву все-таки. Ну, вот я же сказал, что если он уже начал собирать, то собирать уже рефреш... Ну, зачем было тратить тогда день? Нет, ну знаешь, когда Майнадс вместо Хобла просто купил Бист Хёрд и не стал его дособирать. Как бы на это все отреагировали нормально. Поэтому, я думаю, тут тоже бы ничего страшного не было, если бы он оставил этот армор. 340 дает тычкой КД. Это... У него на агильных ботинках 200 дэмэджа. Если он надрейнет, у него с руки будет 214 дэмэджа. Где-то так. 2412. Это же очень много, и он выйдет с первая тычка из гинжура, у него там под 600 вылетит. Конечно, много очень боли приносит этот крапки Дисайпл. Мне кажется, просто очень нужна... Очень нужна Хикса команде Хеллборна. И мне вот почему-то кажется, что ее Хагай хочет купить. Предположения у меня. Хикса очень-очень бы сейчас смотрелась. Как-то так вот сейчас по своим половинам стоит команда Легиона и Хеллборна. Сейчас первая же... Полетели они все на Конгора? Угу. Или те, или те ошибутся, и это уже может стоить лайны. Зифлик не запалил вард, который стоит, при этом Зифлик спалился на этом варде. Надо, надо, надо было их Хаге дать по лицу. Вот почему-то он решил не продолжать, пони? Да он бы просто ей там, я не знаю, но с Генжура она только сделала блин, то есть он еще секунды 4-5 мог просто идти и пиу-пиу-пиу ей по жопе нахлестывать. Он бы ей выбил там 600, там я не знаю сколько, 800 хп и как бы... Правда, что она забрала? А, ДД. Ну, кстати, опасно сейчас с ДД драться будет. Получается Леона там 2 минуты 45 секунд, после этого потенциально находится под угрозой. Влетели в Вич Лэйра, Вич Лэйр успел прожать БКБ, но одного его крутит Темпост. Он успел ультануть, успел ультануть, но умер. Сейчас здесь есть Пестин, взлетает он по хокке, Хага умирает. Неплохо цепляет своей ультой Бабблз, умрет Мо. Тортик тоже никуда уже не убежит, хотя он успел перед смертью, успел перед смертью забить Пестинца. Вот Свиндл опять рейдж байбэк, хотя он здесь сейчас не нужен. Вообще не нужен, конечно. Они сейчас спокойно отойдут, единственное что, и они могут забрать Конгора попробовать. Ну еще и ему. Ой, Пестинница, Темпост, а почему я постоянно путаю, господи. Нет, все-таки убивает, она инженера, но сейчас у нее тоже могут быть проблемы, нет, она все-таки улетает. Ну ладно, Свиндл неплохо в итоге сделал, но только из-за ошибки Леонов. Геноцид. Геноцид. Кангур забран не будет преимущества, смотри, до сих пор 5,7. Да, 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 то есть ничего не поменялось. Из-за байбэков, вот у Хаги уже нету байбэков, все. У Бабблз нету байбэков. Ну я не хочу, правда, выражаться некрасиво о том, что он ужасный человек. Отдал просто так 2 байбэка, конечно, да, не очень. Вичслейер пересмертил из-за того, что отдал пулю у Хагу, как бы Пест смог ее забрать. Там еще на баш, правда, проперло, но тем не менее. У Хаги уже, не знаю, первый айтем на Хекс, но с вероятностью того, что он так выкупался... А, нет, у него арба осталась только. В Курьере лежит. Рэнжоу в барак отдали крипам Леоны. Ну, во время геноцида это несложно. На Афилии пазлы. Пазлы какого у нас уровня? Пазлы, к сожалению, 1 уровень, до 3 еще как до Владивостока из Москвы. В следствии с тем, что Галда 70. Сейчас забирать команду Хаборна. А, нет, вот вторая, видимо, будет куплено в Стэш. Фри Конгор для Хаборна опять. Но это печально для Леонов. Паз Конгором это еще одна лайна будет потеряна для них. Да нет, меня... Ну... Влетает сюда Пестельнен, с под БКБ, могут быть проблемы у кого-то, Бабблс, тыкал ее сайт. Влетает сюда, айтем. Вроде неплохо зацепил станом, сейчас умрет, МО. Коррупптит, корруппит раздал. Корруппит хорошо тоже зашел вместе с Пестельненцем. Сейчас цепанут, может быть даже темп остается. Юзает, он тпшечку нечем станет. Есть кега, хорошо попал. Хорош, хорош инженер, молодец. Просто силки. Герои моей жизни. И осталась только одна хага. Корруппит до 20, 80 голды до Саважа. Сейчас будет либо минус топ, либо минус мидл. Но так как на топе нет аура, пацаны должны его спасти. Так, смотрим, что по байбекам. Бабблс нет, темпест есть. Есть у темпеста байбек. Причем темпест с дыркой, наверное... МО сделал байбек. Попытается крутить. Есть темпест. Темпест байбек. На самом деле, ребята, если сейчас... Сюда влетает темпост, крутит он одну Афелию. Одну Афелию, это да и ради бога, забирайте. Хорош, хорош. Развели темпост на выкуп, развели его на ульту, конечно. Это нормально был конгур. Угу. Есть шипстик на Хаге, наконец-то. Вот он ей очень сильно горел, чтобы выключать крапки Дисайпла. Вот она его получила. Я боюсь, она... Ну, вот этот парень, он что-то знает об игре, по-любому. На оранжевом слоте. Он, короче, что-то умеет. Да, он не будет стоять первым, поэтому Хага без суицидального прыжка в него, я сомневаюсь, что она сможет это сделать. А чувак зайдет, скорее всего... Ну, правда, там есть антиварды. На торте, Хекс! На торте... Стой. А, это Хаговский был, Хекс. Я просто через эти увидел. Я тоже смотрю, Хекс, думаю, что? И вот он, Хекс! Он ничего не знает об этой игре. Ничего! Просто так... Оу. И вот он, Хекс, как сильно зарешал. Вот он, Хекс. Нету... А, нет, стоп, у него есть, есть. Я его уже с Хагой перепутал. У него есть два выкупа, в принципе. Но ему придется, скорее всего, делать выкуп, потому что сейчас упадет. Упадет линия без него. Влетает Пестелинс по мастеру, и мастер никуда не уйдет. Вот зачем прожал БКБ Пестелинс? Если он влетел без БКБ, почти умер Моа, и он нажимает на БКБ. Это уже нервы так шалят у него. Обидно, что коровь сюда пришлось делать байбэк, конечно, потому что иначе у него был бы Саваж. Не, короче, я не буду, наверное, говорить, что кто-то что-то может, кто-то что-то не может, потому что как только я говорю что-то про Леонов, они просто как фекалии коровьи идут и сливаются. Торт забавно выглядит двумя бутылками. Нет, конечно, Хекс это было как-то космически, но я просто смотрю, и у него в этой вкладке боковой лежит Хекс. А там же не отображается чужое, не чужое. Думав фига. Думав фига, зифрик с Ники, пацан, взял и где-то нафармил Хекс. Да, знаешь, он там, как-то очень тайно он его фармил, там нам даже не показывало, что ныды мы покупаем, он сразу собрал полный. Да, это было бы, конечно, сейчас, если бы 2 Хексы было у команды Хеллворна, это был бы вообще жестяк. Затягивается игра уже 43 минута, минута пошла. Обе команды очень сильные, очень. Не хотят просто так отдавать игру команде Lions. Не знаю, Леоны не показывают свой уровень, они... Ну смотри, у них еще там, как бы, более или менее ситуация по тем же байбекам, а байбек сейчас есть только у одного Темпеста, который ничего сам не сделает. И сейчас первая же ошибка команды Хеллборна, они все умирают, и это все уже мы. Потому что они... Ну, у них есть на Хаге... Вот, вот за счет токена, но тут поэтому спорная ситуация, посмотрим, как будет. 2 минуты. Я думаю, сейчас ситуация может сложиться так, потому что они будут байтить на КД, и КД умрет, но сделает байбек. Да, у него есть байбек еще. Ну, лучше, конечно, произвести так с пистом, потому что у писта 2 байбека. С другой стороны, мне кажется, что просто сейчас Леоны не дадут даже возможности подняться на ХГ, отпушивая, и дождутся кончания токена. Команды такого уровня должны таймить время токена и конгора, поэтому я предполагаю, что они представляют, что там уже полтора минуты осталось. Иначе, как бы... Есть пазлики, есть пазлики по Афелии. Причем она сразу второго левела, что ли, делает? Да нет, они уже... У нее давно, на самом деле... А, это третий ловер, я даже не заметил. Как-то я не обратил внимания на приобретение их. Ой, вот сейчас вышка продамажится, потому что... А, нет. Хага, постой. Ну, неплохо так отпушивает команда Легиона. Здесь Кига, есть Торелька. Не может подойти коррупция, чтобы просто продуть их первым скиллом, потому что подход коррупции означает блинг Хаги, Хекс, смерть ее, но у нее есть токен. Ну да, как-то горел, суицидальный влет от Хаги, но у нее есть Хекс, в коем-то и дело. Ой, Хекс, господи, токен. 35 секунд на токене. Ну да, токен, сейчас уже пропадет. Ну да, токен, сейчас уже пропадет. И он сейчас пошел к столу, но его могли забрать быстро. Конечно, такое опрометчивое очень решение, тратить все деньги, не оставляя на бэйбэк. Мне кажется, этот МКБ не очень зарешает. Ой, как развел он сейчас иллюзии и хорошо бабулся. Пест копит на даймоник. Угу. Там на самом деле не очень много осталось. Не очень много осталось, но с другой стороны сейчас пацанам либо покупать айтем правой кнопкой полной, либо... Либо держать бэйбэк. Да. Что у нас по тпшкам? А у Афилии-то нет тп, будет размин стороны на сторону, но дело в том, что у Леонов это будет уже вторая сторона. Очень быстро падает Тауэр. Здесь глиф в обоих командах. Да. Как поступит эта игра и на будущее? Я боюсь, это трон будет. Мне так тоже что-то кажется. Хотя нет, тпшки пошли. Есть уже две тпшки. Вот сейчас может быть дырка все стоят так рядом. Уже разошлись. Нет, не дадут они им эту линию. Да че это не дадут, уже отдали. Почти. Влетел неплохо Пестеренс. Ой. Сейчас Темпос будет умирать. А сейчас Темпос будет байбэк делать. Есть байбэк Темпоста. Сейчас бы уйти им просто. Нет, Вичслейер никуда уже не уйдет. Хотя его хилит Офелия, неплохо нет, его цеплят Хага. Нет, Вичслейер слишком тонкая цель для врача Тхага. Пестеренс тоже догнали и убили, осталось Офелия. Офелия тоже никуда не уйдет. Пахнет консидом очень сильно. Да, ну почему, две стороны, две. Хотя, хотя выкуп, выкуп это еще есть. Песня, чем ты рано прожил байбэк. Ребра на Хаге. Ну, еще не полные. Но тем не менее. Ну, через там 40 копеек будут полные. Ой, жалко у Вичслейера нет байбэка. Офелия это, ну, от нее только пазлы тут, пожалуй. Остроля бы уже так много не выхилить. Осталась одна сторона у команды Легиона, Тауэр упал. Влетает Пестеренс, ПК сразу прожимает он БКБ. Офелия, Хага изжает свою. Сразу же она в Хексу посадила. Кого она посадила? Инженера она посадила. Сдувает своей ультой Инжу. Будет продолжать по Офелии. Убивает Офелию. Инженер Пестеренс очень. Есть КД, но он умрет, умрет. А у него нету. Нет, стоп, есть выкуп, есть у него выкуп. Инженер тоже выкупился. Очень напряженная игра, сейчас там все сидят. Нет, был бы Витч Слэйр, они бы... С Тегрином бы сейчас проиграли. Угу. Очень хорошо сыграли Супер Кейджи и Йонасом Фан. Или как он там... Они, несмотря на то, что Пестеренс начал крутить одного корруптора... Хиг Сайс набавался. Ой, темпос начал крутить одного корруптора, Пестеренс просто подошел и дал... В спину ему, короче, пару тычек, чтобы кто-то сдох и перестал улететь. Корруптора там уже раздал, но, к сожалению, все равно умер. Обидно было то, что Молл ушел на одной тычке от корруптора, потому что он был заряжен. Смотри, уже Крепы так начинают пушить Т4 Тауэр возле трона. И команда Хеллборна заходит на Конгора. Кстати, есть... Есть... Копии на... Моа... Бичслэр умирает просто инстантно. Конечно, Хиг Сан обабался. Теперь вот две Хиг Сы, они могут сразу минус два делать. Да меня больше разочаровывает, на самом деле, то, что... Сейчас, скорее всего, будет опять Фрикан Гор с бананами уже. И мне не нравится, как отыгрывает Фузи. Я помню, один ЛББ. Куда делся второй? Без понятия. У пацанов горит трон. У Леонов просто горит трон. Ну, да, Крепы. Крепы забрали Т4 Тауэр один. Остался только один, и вот уже следующая пачка крипов подходит. Сейчас будет Тимфайт. Инжи ставит свою ульту, он... Как-то плохо он её поставил. Захил от Офелии. КД продолжает. Тортик прожал. Войт Талисман не смог его КД надамажить. Всё. Леону проиграли. Коррупптит умер. Угу. И ещё, ещё есть живой Темпост. Правда, он без дырки, но... К сожалению, первая игра осталась за... С Тейгринами. Но я думаю, они сейчас должны подзатыльники надавать их Вичслэру. Угу. Потому что это именно он эту игру проиграл. Тут я с тобой полностью согласен. Я думаю, вторая игра нас не заставит долго ждать. А, они... Они... Когда Бо-3, они быстро создают их. Быстро, в принципе, довольно-таки начинают. Поэтому, ребятки, оставайтесь с нами. Скоро мы продолжим. Поэтому сидите и никуда не уходите.